Приветствую, с вами инженер Электрик и Кимов Игорь. На слайде вы видите схемы подключения УЗО и автоматических выключателей, которые предлагают многие популярные блогеры на YouTube. Это пример того, как не надо делать. В этом видео я хочу предостеречь от ошибок, сделанных в этих схемах. В них блогеры предлагают подключать к одному УЗО на 30 мА по 3, 5 и даже более автоматов. Более того, они рассматривают это как преимущество УЗО перед дифавтоматами. Якобы, это упрощает схему электрического счета и экономит деньги. Подключение по этим схемам может превратить эксплуатацию электропроводки в сплошной гемор для заказчика. Подключение УЗО по этим схемам приводит к ложному срабатыванию этих УЗО. Причем это УЗО отключает одновременно все линии, которые к нему подключены. Больше одного автомата к одному устройству защитного отключения я подключать не рекомендую. На несколько линий одновременно можно ставить только пожарный УЗО. В видео я рассмотрю три истории на разных объектах, где мне пришлось сталкиваться со срабатыванием дифференциальной защиты. В конце ролика я схематично покажу, почему происходит ложное срабатывание устройства защитного отключения, когда к одному УЗО подключены более одного автоматического выключателя. Также мы рассмотрим правильные схемы подключения УЗО и автоматических выключателей. Первая история. Меня пригласили выяснить причину постоянного срабатывания УЗО в бане. Баня новая и проводка новая. На момент запуска проводки никаких срабатываний УЗО не было. Когда начали пользоваться баней, начали срабатывание УЗО. Причем во время купания. Представьте, каково было в сауне, когда отключается электричество. Причем отключалось электричество сразу во всей бане. Это происходило потому, что электрики сэкономили и поставили УЗО автомат на уход, а после него поставили 5 автоматических выключателей на 5 разных линий. При превышении тока утечки УЗО отключались все 5 линий. Приходилось определять, через который автомат была утечка наибольшей, путем поочередного отключения линий и за счет оставшихся действующих линий оканчивать помывку в бане. Когда хозяин вызвал тех электриков, что прокладывали проводку, то те сослались, что якобы это бракованный кабель и предложили просто УЗО убрать. Но хозяин предложил решить проблемы без демонтажа УЗО, так как он его просил поставить для безопасности пользования проводкой в бане. В результате эти электрики просто перестали отвечать на звонки и чуть позже вообще сменили номер. Проблема решилась просто. Вместо УЗО и 5 автоматов, я поставил 5 диф автоматов и проблема была решена. На слайде вы видите эту баню после реконструкции и проводку в процессе реконструкции уже делал я, а не те горе электрики. Вторая история. Меня вызвали в цех по пошиву изделий из кожи, который находится в подвальном помещении жилого дома. Один из проверяющих органов предписал в электрическом щите автоматические выключатели заменить на диф автоматы. Были закуплены диф автоматы компании Müller и заменены. В результате с разной периодичностью эти автоматы начали срабатывать по току утечки. Электропроводка была старая, но хозяин цеха это помещение арендовал и не хотел вкладываться в замену проводки. Но электропроводку все же пришлось заменить. Я сделал проводку в карабах, так как это более дешевый вариант замены проводки. После замены электропроводки диф автоматы перестали выключаться. Пока делалась новая электропроводка, цех работал на старой проводке со старыми автоматами. Эта история поучительна потому, что если проводка не новая, то тока утечки с одной линии может быть достаточно для срабатывания диф защиты в 30 мА. А если бы кузо подключили несколько линий, то оно бы даже не включилось. Третья история. Меня вызвали в коттедж, чтоб я собрал щит. Хозяин коттеджа поменял проводку сам, а меня пригласил по рекомендации только на сборку щита. Щит я собрал на диф автоматах фирмы АББ. Хозяин денег не пожалел. Но один автомат периодически выключался. Эта линия была на погружной насос. Хоть линия была новая, но насос был не новый. Из-за утечки в этом насосе срабатывал диф автомат. Причем срабатывал не сразу, а мог выключиться через 10 минут, а мог и через 2 дня. Насос был отдан на профилактику и срабатывания диф автомата прекратились. Это пример, что даже один электрический прибор может привести к срабатыванию диф защиты. Если бы были подключены несколько линий на одно УЗО, то это УЗО выключало бы сразу эти все линии. В квартирах срабатывание диф защиты часто происходит из-за стиральных машин. Тент стиральной машины начинает давать ток утечки и срабатывает диф защита, защищающая линию, к которой подключена стиралка. Давайте рассмотрим схему, что происходит, когда к одному УЗО автомату подключено несколько автоматических выключателей. По закону Киргофа токи и утечки в линиях, подключенные через эти автоматы, суммируются и УЗО срабатывает. Допустим, у нас 3 линии и у каждой ток утечки по 10 мА. Каждая линия по отдельности не приведет к срабатыванию диф защиты, но если подключить все 3 линии, то ток уже будет 30 мА, который может привести к срабатыванию УЗО. А если линий 5, то этот ток уже будет 50 мА и УЗО однозначно сработает. То есть, у нас диф защита сработает, если в одной из линий ток утечки превысит 30 мА или сумма тока утечки превысит это значение. Есть еще один неприятный момент в этой схеме подключения. Это то, что при срабатывании диф защиты выключаются все линии, которые подключены к данному УЗО. Чаще всего ложные срабатывания происходят по данной схеме подключения, когда проводка старая или подключено бытовое оборудование, связанное с водой. Чтоб сделать эксплуатацию электропроводки более комфортной и ложное срабатывание УЗО менее вероятным, я в своей работе всегда придерживаюсь правила. Одна линия, один диф автомат или одна связка УЗО плюс автоматический выключатель. Теперь рассмотрим схемы, которые рекомендованы для подключения электропроводки с диф защитой. Слева вы видите, как правильно подключить УЗО вместе с автоматическим выключателем. Если у нас несколько линий, то каждую линию подключаем по такой схеме. Справа я разместил схему подключения диф автоматов. На объектах я чаще всего пользуюсь этой схемой. УЗО в своей работе я использую редко. Если интересно почему, пишите в комментариях, я тогда сделаю отдельное видео. Вот еще одна схема подключения УЗО. Эта схема имеет право на жизнь, но я бы ее не использовал. Во-первых, применение пожарного УЗО тут излишне, так как каждая линия и так защищена отдельным УЗО. Во-вторых, рекомендуется автоматы ставить именно перед УЗО, так как при этом они будут защищать и само УЗО. В-третьих, линии удобнее подключать, когда УЗО после автомата. Фазу и ноль подключаем к самому УЗО, а провод земля подключаем к шине заземления. Я надеюсь, что мой 14-летний опыт работы с УЗО и дифавтоматами был для вас полезен. Кто что-то хочет дополнить по теме, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если видео помогло. А чтобы быть в курсе выхода моих новых роликов, подпишитесь на канал. И до встречи в новых видео.